МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тут можно убить сразу двух зайцев. И размяться, и бросить в соперника воображаемое копье или дротик. Наталья Гичкова в начале карьеры тоже бросала всякие древние штуки. Но потом перешла на современное оружие. И не прогадала. Теперь она чемпионка мира. В конце танца я метаю стрелу, копье и в конце гранату кидаю. Обычно просто, когда во всех танцах стрелы все пускают, такие штуки, которые можно в танце сопернице взять и уйти. Вот я придумала в конце гранату, чтобы она уже точно никуда не ушла. Все бои в Муай-Тай идут под музыку, а на чемпионате мира еще и подживую. Впрочем, у некоторых сборных темперамент отличается от тайского. И они поддерживают своих дополнительно. Наши соотечественники, впрочем, не отстают. Дагестанская диаспора принесла на стадион барабан и отправила в отпуск тайские оркестры. Те оказались только рады. Так вот он какой, тайский массаж. Обмен культурами на чемпионате идет полным ходом. Рефери из Новой Зеландии подружился с голландским тренером. Теперь для него танцевальных композиций стало намного больше. Даже финальные поединки проходят в дружеской атмосфере. Только что наш легковес Арсен Амаров победил корейца. Секунданты соперника не только поздравили нашего парня, но и напоили водой. Хотя бой, конечно, был очень напряженный. Было тяжело. Соперник был в шоке. Достать его тяжело было, потому что ноги длиннее приходилось поплотнее держать. Ну, тренер указания отдавал, выполнял четко команду, слышал. Вот и выиграл. Маленькое чудо на этом чемпионате совершил еще один наш соотечественник. Василий Жеребцов. Всю свою жизнь он добивался звания чемпиона мира. Был первым на России, Европу выигрывал, а вот мир – ни разу. Парню 31 год. У него уже трое воспитанников участвуют в этом чемпионате. Пути назад просто не было. И он выиграл. Россия! 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 К сожалению, в полуфинальных поединках с соперниками из Таиланда они проиграли 54-57 килограмм. Ну, достойно отвоевали. И, как бы, я думаю, что, ну, они не опозорят часть страны. Поэтому я здесь кричал за всех нас. За себя и за троих своих воспитанников, которые представляли Россию на этом чемпионате. Верить в победу и помнить о России. Эту простую формулу детского тренера Василия Жеребцова нельзя забывать ни одному спортсмену. А особенно этим, которые в бутцах. Антон Миронов, Вести Спорт, Санкт-Петербург.